Всем доброе утро. Сегодня приехали на экскурсию. Я не спал двое суток, потому и в очках. Сейчас вы увидите слонов. Весело и классно. Ты боишься? Ты что, хорош, Либа, да? Короче, вот так вот катается на слонах. Вот слон, вот мы с мамой. И, короче, на нем очень неудобно, если что. Ну, прикольно. Первый раз в жизни показаться на стане, это прикольно. Наверное. Идем вот... Мама, не очкуй, все нормально. Мы прорвемся. Мы же прорвемся. Ой, блин, давай, давай, слоняра. Как тебя назовем? Назовем тебя Бэйбик. Бэйбик, маленький Бэйбик. Два метра высотой. Это лиана, как это перец, черный перец мы жили. Да, можно здесь посмотреть, как это растет перец. Здесь это сисон есть, хорошо? Такой-то маленький, такой банч. Хорошо? Здесь это только немножко, потому что не сисон. Хорошо? Хорошо. Здесь два-три месяца, мне кажется, это большая муна. Хорошо? Хорошо. 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 Вот так вот делается чай, у них здесь обрабатывается. Сходимся на фабрике, которая делает долбанный чай. Как долбанный? Вкусный, я думаю, чай. Производство, конечно, здесь такое, убогенькое, даже в Украине бывает лучше. Ну, как бы, чем богат Эмираты, мне кажется. В общем, дали попробовать нам чай, короче, их. И я вам скажу, что нищим они не отличаются от Украины, и в Шри-Ланке этот чай, не знаю, как-то. Или у меня поцелу рецепторы уже какие-то голимые, но я раз на сообщении заметил. Короче, чай стоит 30-ку. 100 грамм стоит 30 баксов. Нормальная цена, ребят, в Украине, в Кулинах или в Маке за десятку. Конечно, на небольшой цене чай я больше люблю кофе, так что для меня чай это как-то так. С утра или вечером там попить с чем-то таким сладеньким, короче. Так что если хотите купить здесь чай, лучше покупайте их в магазине. Они то же самое, только цена-цена не 30 баксов, короче, там может быть 12-10. То есть не нужно ехать на плантацию и покупать, типа, чай, если он, типа, крутой, нереальный. Это все на-е-ба-ло-во. Смотрите, какая крутая аллея, как в Голливуде, в голливудских фильмах, когда люди едут в Баберли-Хиллз. Очень классно. Приехали еще в ботанический сад. Ну, в общем, здесь очень скучно. Если ты ботаник или хочешь построить всякие деревья, цветочки, кустики, тебе сюда. А если ты любишь движухи, тогда тебе сюда определенно не нужно. Конечно, скучновато пофоткаться с деревом, в принципе, можно, но смысл. Красиво, типа, там, вот такие, типа, там, прикольные кусты. Ну, ничем не пахнет для меня. А, тут кусты поярче. Лена, улыбайся, сейчас снимает святая камера. Лена, внимание, Лена. Лена не знает, куда ей улыбаться. Хух, жарко. Это бы уже снял. Красота. Они хоть пахнут, чем? Они, не знаю. Все очень прикольные вкусы. Они очень прикольные. Блин, ничем не пахнет. Что у меня, может, это все испортилось, все нафиг в организме. Хеллоу. Хеллоу. Птич? Ой. Ха-ха-ха. Чилдрен. Чилдрен птич. Здарова, 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 кикита йозе. Здарова. Здарова, здарова, ребят, здарова. Як справиться вас? Як, здарова, здарова, ребят, здарова. Привет. Як дела? Нормально, да? Все В общем, приехали в последний пуст на назначение Это храм Будды Короче, здесь нельзя Чтобы видно было колени Короче, локти Ой, колени и плечи Короче, потому я так вот хожу, как в юбке Как олень Рыдели моих не пустили Ну, как бы, потому что Видно и видно колени И я тут сам Буду сейчас там здесь гулять Никого нету С моих Вообще, в принципе, здесь необычно Ну, 8 баксов ход Так что, если хотите, приезжайте сюда В принципе, мило Типа дерево, на которое Будда молился Не знаю, что там такого особенного Но он там молился, и что-то там не получилось у него Очень круто Сниму вам внутри, короче, с этих Будды Нельзя поворачиваться спиной Хрен знает почему, но нельзя Мы перед религиозным симболом Или религиозным местом Спиной не фотографируете А боком фотографируете Потому что мы, как буддисты Я это просто вас прошу Потому что буддисты Любую религию дальше не уащают Вы тоже любите, да, уащать другую религию Любое религиозное место Это уважаемое место Поэтому мы, если показываем Это некрасиво Раньше, да Мы в школе так учились Как будто Все в школе так учились Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...